Добрый день, дамы и господа, уважаемые трубачи и трубачихи. Добрый день, друзья, коллеги и все, кто любит музыку и трубные звуки. Всем привет, мы продолжаем серию мастер-классов, посвященных трубе, посвященных вопросам постановки и технологии игры на трубе. Павел Жулин и Иван Васильевич. Здравствуйте. Всем привет, мы сегодня обсудим то, что касается непосредственно уже постановки манштука на амбушюр, то есть проблемы амбушюра, проблемы зубов, проблемы растяжки и так далее. Все, что уже связано конкретно с амбушюром и с его особенностями, скажем так. Да, постановка манштука, часто вопрос задают по поводу, какая часть должна быть больше, какая меньше, как правильно его поставить, на что обращать внимание, должен ли манштук съезжать куда-то или стоять ровно, то есть какие-то ввинчивающиеся моменты на аппарате. Вот мы как раз эти темы затронем. Да, Вань? Да. Начнем, наверное, что? С постановки, наверное, сразу, да? Манштук, как я, как бы, думаю, и как нас учили, и как я учу, все-таки должен занимать, наверное, 50 на 50. Это верхняя часть площадки, 50% нижняя. Поэтому я советую всегда стоять как бы отверху его, как бы от носа, как бы нижней части носа. Для чего я это делаю? Для того, чтобы избегать всяких подборотов, ну, всяких извне вмешательств, чтобы ничего не подворачивать, не разрушать губную щель. Поэтому я советую ставить ее так. Вот, зафиксировали. Уголки у нас как бы на замках, мы их держим, мышцы. Вот я еще называю это круговая мышца. Вот она, как бы, такой круг можно подчеркнуть, образно говоря. Это наш аппарат, то, за счет чего мы играем, то, что удержит губную щель и боковые мышцы. Вот, от носа ставим, 50 на 50. Чем минусы? Некоторые трубачи играют, в большей части, на верхнюю площадочку наводят. Я бы так не советовал, потому что у нас теряется подвижность нижней челюсти. То есть это, так можно играть, но будет проблема с губным аллигато, стрелями и так далее. То есть все-таки за основу берем 50 на 50. Если мышцу большую частью на низ ставить, скажем так, а здесь сцеплять верхнюю часть губы, то есть вероятность того, что мышцу может просто соскользнуть. То есть это тоже, как бы, так. Совсем точно. Поэтому для начала, если вы хотите на это обратить внимание и заморочиться, все-таки 50 на 50. Я бы хотел дополнить Пашу очень хорошим упражнением для понимания того, как вообще это должно находиться и как должно это все стоять. Обычный стержень от ручки заживается ровно зубами, чтобы зубы ровно держали его, в положении ровно. И на этот стержень, собственно говоря, насаживается мундштук. Стержень убирается, и вот это положение мундштука, когда он так находится, это как раз вот 50 на 50 и с ровной площадкой для его постановки. Очень хорошее упражнение я вспомнил. То есть, а можно прям, если у вас есть вопросы по поводу того, как у вас стоит мундштук, верно-неверно, можно проверить именно таким вот образом. То есть, и уже вы будете уверены, что, во-первых, зубы у вас ровно будут стоять, и мундштук именно вот 50 на 50 будет стоять на верхней и нижней губе. Единственное, вот 50 на 50, у меня есть одно такое замечание, что это условие вот именно 50 на 50, оно уместно, когда у вас нет никаких проблем с зубами. Потому что я встречал такие случаи, когда приходится ставить больше на верхнюю или на нижнюю в зависимости от того, от уже клинических проблем с зубами. Там у кого-то очень маленькие нижние зубы или наоборот. И приходится компенсировать проблемы стоматологии передвижением мундштука на более удобную позицию, вот скажем так. Ну да, сфера довольно индивидуальная, потому что каждый вопрос рассматривается индивидуально в этой ситуации. И мы берем как бы за основу нормальной ротовой полости, грубо говоря, так медицински говорить, да, у кого нет проблем, нет проблем с челюстью. Это, кстати, есть сомнения, у многих людей есть сомнения по поводу своих челюстей в том, что, допустим, у меня там прикус неправильный или она заваленная. И, допустим, у меня тоже неправильный немножко прикус нижней челюсти, но как бы я все равно выдвигаюсь, и все равно 50 на 50 я все-таки ему штук ставлю. Поэтому здесь мы говорим о проблеме, если это проблема, это есть какая-то серьезная проблема, конечно, там тогда надо рассматривать деталь. Более детально. Ну, по поводу зубов еще, кстати, вот Ваня хороший вопрос задал, и тему такую затронул. Бывают такие случаи, когда люди обращаются по поводу смыкания зубов, сжатия зубов, вот спрашивают, а как должны находиться зубы при игре, да, там они даже прикасаться или там расходиться. Вот Ваня хорошее упражнение по поводу как раз вот этого штыряка, да, в интересном штырек там как-то стелок. Ну, сейчас у меня стержень от ручки обычно. Стержень от ручки через ну что, это очень хорошее, интересное упражнение. Мне очень оно понравилось даже. Иногда, вот допустим, вот Савин мне вот говорил, можно мушку перевернуть, поставить между зубами, то есть так вот, вот это все, и обратно моя штырка. То есть проверить зубную дугу, чтобы она была, чтобы зубы не были сомкнуты. Со сомкнутыми зубами играть невозможно. Некоторые люди задают такой вопрос, и я отвечаю, что берете мушку, ставите между зубами, проверили. Тогда все, стоит, все, можно играть. Это по поводу постановки муштука на губах. По поводу уголков. Вот спрашивают, как должны быть уголки, какие они должны быть, как их контролировать. Я обычно рекомендую просто как бы представлять, что они на замках у вас. Вот они на замках, вот они держатся. Это самоконтроль. Здесь, как бы, если вы перед зеркалом играете, замечаете, что что-то ползет, это вот уже пойдет растяжка, о которой мы сейчас уже начнем говорить. Виды растяжек. Ну, скорее всего, разделим на два типа, которые постоянные, которые, как вольна. Ну, скрытая растяжка, это когда от усталости, а есть еще все-таки, наверное, третий, вот когда растяжка появляется при движении в верхнем регистре. Да, да. Наверное, Кристо. Да, это, скажем так, ее, как она, ну, неприобретенная, мы назовем ее... Верхнерегистровая. Да, верхнерегистровая. Название мы потом придумаем. То есть это какая растяжка? Это когда люди, играя постепенно среднюю к верхнему регистру, у них начинается проблема с губами. То есть они пытаются верхние ноты брать, растягивая губы. То есть им кажется, что так правильно, потому что это помогает. Любые движения извне, любая помощь извне, я считаю, неправильные. То есть помогать, поджимать, давить, это все приводит к некачественной игре, то есть к проблемной игре. Я вот начну со скрытой растяжки. Да. Потому что эта тема тоже многих интересует, и многие не понимают, что с ней делать, и откуда она вообще появляется. То есть это такая история, когда из-за усталости губ у вас появляется как раз вот это движение уголков рта к ушам. И вот Савин это называл скрытой растяжкой. Есть несколько упражнений для того, чтобы это убрать. Это, во-первых, очень хорошее упражнение с надутыми щеками играть скользящие гаммы. Это очень такое полезное. Именно вот для того, чтобы уголки рта почувствовали, где их место находится. И само по себе это упражнение много силы не даст, но позволит почувствовать, чтобы эту скрытую растяжку убрать. Я покажу сейчас. То есть надо, именно важно очень почувствовать, приложить мундшту к губам и полностью расслабить аппарат, чтобы воздух придавил губы к мундштуку. То есть должно быть ощущение полностью расслабленных щек. Видели, наверное, как у Гизи там раздувается, у него вообще все как бы раздувается. Вот примерно такая же история должна быть, только вот... Только в щеках, не в горле. Да, только в щеках, потому что полностью расслабить щеки, вот мышцы щек, которые это держат, и сделать вот это вот движение. Да, по поводу как раз надувания и собирания, одно из самых лучших упражнений, которые Ваня показал, это очень хорошее упражнение. Плюс можно также на одной ноте это делать. То есть раздуваете, собираете, раздуваете, собираете, да. Это также хорошо стимулирует уголки, плюс убирает... Это упражнение также убирает, у кого есть шип по бокам, идет воздух по бокам. Часто такое бывает, когда люди играют, у них воздух идет по бокам. Это также решает эту проблему, плюс решает проблему по растяжке. То есть такие тренировочные упражнения, они решают проблему как раз людей, которые постепенно, идя наверх, в своей игре переходят на улыбку. Вот такое. Еще бы я хотел затронуть такой вопрос, как ворачивание муштука тоже. Часто бывает такая ситуация, когда люди ворачивают. Вот этот момент. Будь аккуратнее, потому что тут можно тоже навредить себе вот этим ворачиванием. Это разрушить щель, плюс делать смещение. Тоже советую обратить на это внимание. То есть здесь просто сам контроль. Это контроль, это плохая привычка, скорее всего, такая просто психологическая, как, в общем-то, давление на губы. Некоторые у меня ученики спрашивают, что делать с подбородком. Я отвечаю так, что представьте, что у кого-то у вас тут грузик висит или смотрит вниз так образно. То есть подбородок должен быть расправлен вниз. То есть подбородок расправлен, уголки на замках, нос. Пронос, кстати, тоже очень интересная штука, но ноздри должны у нас немножко быть состояние возбуждения. То есть, ну, как это проверить? Нос, просто возьмите дыхание, воздух, там, понюхайте, там, не знаю, цветочек какой-то. Там еще что-то там хорошее. То есть нос, наши ноздри держат верхнюю губу. Верхняя губа наша должна находиться на уровне верхней дуги. Это верхних зубов. То есть тоже немаловажно. Всегда в эту кольцевую мышцу тоже входит нос, повторяющий уголки и подбородок. Я сам так играю. Ну, и многим ученикам говорю, которых бывает, ну, там, допустим, губа больше, чуть верхней, чем нижней. Ну, так вот природность создана, что если вы возбудите ноздри любого человека без какой-то деформации лица, то есть любой длинный губа выйдет в уровень с верхней дубой. Ну, и как упражнение для того, чтобы губа привыкла как делать, можно, что называется, усугубить ситуацию и прямо сделать вот такое вот сморщенное, ну, я это называю гоблину сделать. И это как раз позволяет держать вот верхнюю губу правильно. Дорогие друзья, еще бы хотел сказать одну вещь, очень упражнение интересное. Это по поводу растяжки. Это игра со сомкнутым языком. То есть кончик языка у нас прилипает к верхнему нёбу. Мы играем на трубе, на легато, проговаривая про себя слог «Л». Вы играете, не отрывая кончика от нёба. Я думаю, что на этом мы закончим сегодняшний урок. Всем удачи! Да, всем успехов! Пишите, пишите, мне пишите. Обязательно. У всех все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»